приветствую всех на канале автоджокер 61 подходит год с момента покупки автомобиля и подходит время проведения первого т.о. у дилера которое хочу официалов сделать пробег в принципе у автомобиля на данный момент можно сказать смешной 4391 километр ну допустим даже мы округлим четыре с половиной и с чем столкнулся сегодня начал обзванивать официалов в городе ростове-на-дону я в другом городе нахожусь рядом то есть в принципе но мог и до этого до подскочить но зачем зачем когда хотел совместить на поездку первое обязательное то регламентированное до этого есть такое понятие как нулевое то но я уточнил у дилера на горячей линии тойота что это рекомендуемое то есть я не обязан ни на что это влияет на него появляться и вот что интересно после этого смотрите такой момент я езжу очень мало еще три автомобиля и не да да это странно конечно может показаться действительно правда я за год вечером по трассе ночное время ни разу так на машине не прокатился именно я и вот не так давно выкладывал видео была поездка это с другом выехали прокатиться свет ближний завален особенно левая сторона почитал комментарии на сайтах да люди жалуются что в комплектации комфорт более дорогих уже другие пар другие светодиодные фары установлены головного освещения а в этой до ближний свет скажем так он уж слишком ближний так вот когда я в телефонном режиме спросил у официального дилера проведут ли мне регулировку на что мне сказали но вы же автомобиль проверяли подписали акт а вот извините пожалуйста как я мог проверить что не что были с собой приборы как я могу проверить в автомобиль которая только сел ехал я на нем днем и потом не катался то есть я подписал заведомо автомобиль с не отрегулированными фарами хотя дилер обязан провести предпродажную регулировку световых приборов это его прямая обязанность имейте ввиду я нашел даже какие-то стяжки под сиденьями то видно сигнализацию стали ли что-то какие-то картонные бумажки у меня были повторюсь на новом автомобиле ладно я не стал придираться ничего на тот момент не выяснял так вот когда я упомянул вышесказанное в телефонном режиме мне объяснили что на нулевом то повторюсь которая не обязательно вам бесплатно должны были сделать эту процедуру но вы на него не появились опять-таки мне звонили но мы все помним как был период самоизоляции например в нашей области он растянулся до трех месяцев и как раз в начале самоизоляции меня пригласили на это нулевое то поехать я не мог дальше мне никто не напоминал и после того как я уточнил что нулевое то не обязательно я не хотел это по сути потерять день уехать другой город там сидеть ждать пока его проведут потом обратно и зачем на тот момент у меня пробег был меньше тысячи жалоб никаких не было то есть бесплатно мне могли но тогда на необязательном то а теперь мне эту процедуру предлагают за деньги в чем тогда гарантия есть проверка световых приборов просто горящие лампочки почему вы не проверяете насколько эффективно освещается дорога ближним светом это же прямая безопасность наша с вами водителей покупателей тойоты объясните в комментариях скажите кто с этим сталкивался да на словах все правильно но мне кажется на деле но как это так не отрегулированные фары автомобиля и мне хотят в чем-то до гарантии просто мне поменяют за деньги масло и фильтр так зачем я это могу и здесь сделать это будет отдельный репортаж официальный ответ тойоты распечатаю письмо за подписью что вы можете делать то у любого лицензированного автосервиса не обязательно у официалов тойоты все пишите в комментариях ваше мнение мне очень не нравится вот это положение а слегка с регулировкой ближнего цвета фар за деньги и сколько бы это не стоило причем в период гарантии мне продали машину заведомо не отрегулированными фарами на нулевом то я не мог показаться потому что был на карантине дальше я логично предположил поеду на первое то на обязательное и все мне сделают а нет теперь уже за деньги жду ваших комментариев а